Перед игрой клубы располагались на разных полюсах таблицы группы «Б». Надежда в лидерах, «Висла» занимала последнее место. Но в Евролиге опасен любой соперник, что и подтвердила эта встреча. Стартовая десятиминутка прошла в равной борьбе и завершилась равным счетом – 18-18. Затем Надежда стала понемногу уходить вперед, и к последнему игровому отрезку ее преимущество было довольно комфортным – плюс 7. Но вот четвертую четверть наши провалили – 15-25. Не то чтобы сыграли очень плохо, но позволили «Висле» показать блестящий баскетбол. В итоге 67-70. Надежда терпит второе поражение в сезоне. «Я думаю, что мы упустили сегодня, на самом деле, свой шанс. Мы вышли, как-то начали играть слишком мягко, не были готовы. Мы не смогли сблокировать Петерс, проиграли в подборах. Конечно, очень напряженная игра, и дома тоже играть, тоже всегда сложно, хочется выиграть. Но сегодня нам это не удалось». «Можно там начать разбирать каждого игрока, но я бы не хотела этого делать. Это такая коллективная общая наша вина, команда игроков, тренеров. То есть нам нужно было по-другому относиться к игре, настраиваться по-другому. И предстоит работа». В принципе, катастрофы не произошло. В группе «Надежда» по-прежнему идет второй. И следующий матч проведет 9 декабря в Бельгии. Но еще раньше, в субботу, сыграет «Дома» с «Ивановской энергией» в российском чемпионате, где наша команда идет без поражений. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня.